Интересный метод. Вот пробиваем штрих-код, пробиваем штрих-код и потом прикладываем. Пропускная система со штрих-кодом. Рады приветствовать вас в Исаакиевском соборе, хоть и экскурсии вы ознакомились, это неправильно. В 40 лет строился собор с 1880 по 1858 год, возводил собор архитекта Монферна. Петр I родился в день памяти святого Исаакия Галманского. Святого почитал своим небесным покровителем и повелел одну из первых церквей, построенных в Петербурге, светить в честь этого святого. И когда Россия победила в большой войне с Наполеоном, было решено построить храм, соответствующий величию российской земли. Наружное и внутреннее оформление Исаакиевского собора принадлежит архитектору Монферрану. Убранство собора, по словам самого Монферрана, великолепно, благородно и богато. Площадь Исаакиевского собора 4000 квадратных метров. Он был рассчитан на 7000 человек, но еще это будущее количество. Называется цифра дальше до 15000. В состоянии художественного оформления работало 22 художника. Все работы в соборе вначале были написаны массовыми классами, а затем некоторые живописанные работы изменили на мозаичные. Главная задача при этом была как можно более точно воспроизвести их живописи. Перед вами модели четырех Исаакиевских церквей, которые в разное время существовали в Санкт-Петербурге. Все эти модели выполнены на единомасштабе. Посмотрите наверх. Над нами главный кукол собора. В его центре на самой высокой точке собора парит белый голубь, символ бога и символ святого духа. А голубь по серебрю. Размах крыльев голубь метр шестьдесят пять сантиметров. Находится голубь на высоте более восьмидесяти метров. Иконостас. Вся стена восточная перед вами. Это главный иконостас. Его прорезают три арки. Центральная арка в главный алтарь ведет, боковой открывают малый иконостас. И за ним находятся малые алтари. С левой стороны малый алтарь освящен в честь святого Александра Невского действующего. Мы подойдем к нему в конце экскурсии. С правой стороны малый алтарь святой Екатерины. Главный алтарь освящен в честь святого Исаакия Далматского. Главный иконостас укрощает уникальные колонны. Десять колонн зеленых малахитовых и две колонны синие лазуритовые. Колонны выглядят монолитными. Но, как вы наверно знаете, ни малахит, ни лазурит такими огромными глыбами в природе не добываются. Поэтому для того, чтобы создать эти колонны, мастера использовали метод мозаики. Толщина пластинок 2-3 миллиметра. Их подбирали по цвету и рисунку и закрепляли на металлическую основу. Но при этом огромное количество камня для колонн затрачено. 16 тонн малахит и более тонны лазурита. Две лазуритовые колонны обрамляют царские врата, стимулизирующие вход в рай. И традиционно в первом ярусе иконостаса слева от царских врат располагается икона Богоматери. Справа икона Иисуса Христа. И рядом икона, святого честь которого освящен собор, святой Исаики Далманский. Остальные иконы первого яруса, это святые с именными царям, при которых были построены все четыре исаиковские церкви. Первый при Патрии I построили и завершилось строительство уже этого собора при императоре Александре II. Икона первого яруса всем мозаичны. Во втором ярусе тоже мозаика, святые с именными членами царской семьи. В третьем ярусе одна мозаичная икона центральная, между золочеными фигурами ангелов, Тайная вечеря. Одна из лучших мозаичных работ собора, площадь ее 17 квадратных метров. Остальные иконы живописные. В третьем ярусе ветхозаветные пророки. А самая верхняя икона, венчающая иконостас живописное – моление о чаше. О чаше страданий, которую предстояло испить в этих лесах. Над росписью работал известный художник Карл Брилов. Но, к сожалению, работа в соборе в жизни Брилова стали одними из последних. Работая здесь, на высоких лесах, при открытых верхних окнах, а окна были открыты для того, чтобы собор просушить, Брилов серьезно заболел. На лечение он был вынужден уехать в Италию. Но через некоторое время скончался. Дописать роспись он не успел. Уже в поиске из Умбрилова роспись дописывал художник Пастер. В 40 лет строился Исаакиевский собор. Его светили в 1858 году, в день памяти святого Исаакия Далманского, по второму стилю 30 мая, по новому 12 июня. После революции некоторое время собор оставался действующим. Потом здесь открыли музей. Сначала музей был антирелигиозным, а потом стал историко-художественным. Здесь долгое время демонстрировался физический опыт с маятником Фуко. Попыт оказался, что вращается земля. Висел маятник в самом центре собора в период с 1931 года по 1986. Маятник сняли, потому что решили возвратить первоначально облик собора. И Белого голубя вернули тогда обратно в центр. В отдельной странице истории Исаакиевского собора Великая Осеченная война. Когда началась война под своды собора, на хранение привезли музейные ценности, которые не успели эвакуировать из музеев Ленинграда и области. Поэтому сделали всевозможное, чтобы сохранить сам собор. Во-первых, золотые купола от собора были покрашены защитной краской. Большие оконные проемы заложили кирпичом, чтобы избежать появления трещин. Рядом с собором стояли зенитные орудия. Они самолеты близко не пропускали. Крупные снаряды не попали в собор. Но от осколков пострадали колонны в западной части. Очень сильно внутреннее убранство собора пострадало. Интернационные работы здесь начались почти сразу после завершения войны. Весь собор был покрыт путь синий лесов. Здесь шла реставрация около 16 лет. И сейчас, чтобы подержать собор, его периодички реставрируют. Недавно завершилась реставрация наружной скульптуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова